Вилы, лопаты, электропилы и косилки. В ход пошли все возможные инструменты. Стадион расположен в районе Сочинского аэропорта, вот уже 10 лет как заброшен. Шефство над спортивным объектом взяла Адлерская районная федерация футбола, а именно футбольный клуб «Медик» и его тренер Георгий Джабава. Восстанавливать старейший стадион, помимо футболистов, пришли юные спортсмены отделения тайского бокса детско-юношеской школы номер 10, тренеры, родители и общественные организации Адлера. Я предполагаю, чтобы помогать, чтобы другие дети смогли заниматься спортом, так же, как и мы, бегать, играть. Наши жители, наши дети должны играть на профессиональном поле. Мы будем восстанавливать для всего города, для именно местных жителей, чтобы это было действительно народное поле. У стадиона есть своя история. Здесь играли и тренировались футбольные команды высших лиг, в том числе и знаменитая сочинская жемчужина. Сегодня, отмечают активисты, появилась надежда, что на этом спортивном сооружении вырастет еще не один десяток чемпионов. Там будут три площадки. Будут секции волейбола, секции футбола, секции тайского бокса и других боевых единоборств. Будем расширять, стараться для того, чтобы привлечь всех ребят с улиц к спорту. Наша цель такая. По замыслу спортсменов будут здесь и беговые дорожки, так что для всех желающих ход на стадион свободный. Это победитель первенства России, серебряный призер первенства мира. Мы, ребята, активно участвуют в социальной жизни города Сочи, принимают участие в любых социальных проектах. Сейчас нас привлекли наши друзья здесь, чтобы помочь провести этот великолепный субботник, чтобы быть примером здорового поколения для города. Работы по расчистке поля только начались. Спортсменам и добровольцам необходима поддержка. Желающих принять участие в благоустройстве стадиона и в развитии районного спорта в целом, просят обращаться по телефону 8-988-351-2304. Ольга Десятого, Инга Габешия, телекомпания ФКТ.